МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На календаре пятница, 11 марта. В эфире новоурайской вещательной компании «Время новостей». Студия Альбина Бабкова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Свердловской области в 2016 году будет отремонтировано порядка двух тысяч многоквартирных жилых домов. Выездные совещания на строительных площадках. Новоурайские начались объезды домов, подлежащих капитальному ремонту. Сегодня прошел пробный единый государственный экзамен по физике. Свои силы попробовали 160 новоурайских учащихся. Принять и простить. Православное готовится к прощеному воскресенью и к великому посту. Смотрите прямо сейчас. На оперативном совещании с членами правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев обратил особое внимание на необходимость полного и качественного выполнения программы капремонта в текущем году, а также устранения нарушений и завершения работ по объектам прошлого года. Ранее анализ деятельности фонда был проведен областным МинжКХ. В министерстве пришли к выводу, что главным образом своевременному и качественному выполнению ремонта в прошлом году помешали поздние сроки проведения конкурсных процедур и, соответственно, начало работ. Глава ведомства Николай Смирнов отметил, что анализ ошибок позволил принять меры, которые исключат их в 2016 году. В частности, уже в феврале стартовали конкурсы на проведение ремонтов. Кроме того, в этом году к контролю работ на местах будут подключены администрации муниципалитетов и муниципальные думы. Объемы, выставляемых на конкурс лотов, будут определять на местах. Министр также подчеркнул, что Свердловская область находится на четвертом месте в Российской Федерации по уровню собираемости платежей фонд капитального ремонта. В 2015 году показатель составил 89%. Чтобы подтвердить кредит доверия, выданный жителями области, правительством поставлена задача выполнить работы к октябрю 2016 года как по программе предыдущего периода, так и по объектам текущего года. Речь идет о выполнении ремонта 2000 многоквартирных домов. В Новоуральске тоже начались капитальные ремонты многоквартирных жилых домов. Как минимум на 10 домах строители уже возвели ограждения, площадок и смонтировали строительные леса. Приступили к разбору кровли и ремонту чердаков. Вчера совместная комиссия комитета по ЖКХ городской администрации и управление капитального строительства провела выездные рабочие совещания на нескольких строительных площадках. Съемочная группа Новоуральской вещательной компании побывала на такой встрече, рассказывает Антон Сапогов. Дом по улице строителей 23 является типичным примером застройки старой части города. Два этажа, два подъезда, 50-е года постройки. В свое время такие дома считались пределом мечтаний любого горожанина, поскольку в них очень удобные и теплые квартиры, хорошие планировки и с высокими потолками. Эти дома простоят еще сто лет, если их качественно отремонтировать. Именно эту цель преследует комиссия специалистов, комитета по ЖКХ и управления капстроительства. Отныне каждую неделю она будет проводить выездные совещания с представителями жильцов и строительных компаний. Комиссия держит руку на пульсе всех процессов, связанных с ходом ремонта. Сейчас она проверяет, как строители заходят на объекты капремонта. Первый этап работы у вас какой? Чердачное перекрытие. Чердачное перекрытие. Сейчас этап подготовительных работ, разработка ППР, подписание акта допусков на производство работ. То есть сейчас обращаем именно это. Как строители, как собственники готовы принять строителей и готовы ли строители зайти на дом. Подписание этих актов гарантирует, что все вопросы утрясены, значит подрядчик зашел на капремонт. Сейчас в ежедневном режиме будем проверять наличие этих документов. Кроме того, смотрим, значит, согласно ППР, какие мероприятия первоочередные и проверяем их исполнение. Вопросы возникают, вопросы в ходе этих проверок будут решаться. Технический надзор заведением всех строительно-подрядных работ осуществляет управление капитального строительства. Его специалисты стараются учесть интересы жильцов каждого дома. Ведь не секрет, что жителей первого этажа больше волнует состояние подвала, а жителей последнего – состояние крыши. В пределах тех денег, которые заложены в смету на ремонт, можно перенаправить часть средств на определенные виды ремонта по просьбам жильцов. Здесь зимой вообще невозможно. У меня четыре окна, два достоинства, жара. Я их открываю. Сколько типа уходит? Правильно? Вопрос о запорной ароматуре стоит, что нужно ее менять однозначно. Существует смета. На основании этой сметы подрядная организация проводит все работы. Отступления от сметы возможны, но в рамках того финансирования, которое заложено на объект. В процессе ремонта каждого дома с каждым подрядчиком и с каждым представителем дома эти вопросы все должны будут урегулированы, решены и учнены все интересы всех жильцов дома. Со своей стороны, жильцы также пристально следят за ходом и качеством ремонта. Без их согласия ни один акт приемки выполненных работ подписан быть не может. У нас, во-первых, было проведено несколько собраний жильцов, представителей и собственников. Да, предоставлена сметная документация в двух экземплярах. У нас два ответственных по нашему дому. Эту документацию мы обсуждали, смотрели по пунктам. То есть жители в курсе всех работ, которые должны будут проведены в нашем доме. По договоренности с подрядчиком мы должны контролировать каждый этап работы, подписывать без согласия. Наш жильцов не будет подписан на акты приемки. Все равно мы будем все проверять, смотреть, подписывать. Комиссия по капремонтам будет проводить такие объезды каждую неделю и все возникающие вопросы решать в незамедлительном порядке. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Сегодня 11-классники Новоуральска писали репетиционное тестирование по физике. Этот предмет школьники сдают по выбору. Попробовать свои силы в этой точной дисциплине пожелали чуть более 160 новоуральских учеников. Это 30% от общего количества 11-классников. Как отметили в управлении образования Новоуральска, ежегодно не менее трети выпускников сдают среди предметов по выбору именно физику, чтобы в будущем связать дальнейший образовательный маршрут с технической направленностью. Напомним, пробный ЕГЭ – это некая репетиция перед серьезными аттестационными испытаниями, которые выпускникам предстоит сдавать летом. Репетиционные экзамены позволяют школьникам почувствовать атмосферу настоящего ЕГЭ, чтобы в будущем минимизировать волнение и чувствовать себя на экзамене более уверенно. Как и на настоящем ЕГЭ, на пробном использовались переносные металлоискатели и система подавления сигналов сотовой связи. Напомним, 1 марта 11-классники сдавали пробный ЕГЭ по математике – профильному и базовому уровням. Сегодня физикам – предмет по выбору. Пункты проведения ЕГЭ в нашем городе располагаются на базе 40-й и 48-й школ, а также в 41-й гимназии и лицее номер 58. Анна Акрамова, Новоуральская вещательная компания. Напоминаем, что уже в понедельник, 14 марта, на площадке Новоуральского центра занятости стартует бесплатный образовательный марафон для начинающих предпринимателей и физических лиц, которые хотят открыть свой бизнес. В ходе обучения участники получат навыки бизнес-планирования, подготовят индивидуальный бизнес-план и составят стратегию по его реализации. Приходите, если хотите заниматься собственным делом. С 14 по 18 марта на площадке Новоуральского центра занятости. Контакты вы видите на своих экранах. Информация от Управления внутренних дел по Новоуральску. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении правонарушения. 8 марта около 13.30 в помещении магазина «Монетка», расположенного по адресу Чурина 5А. Приметы подозреваемого. Мужчина на вид 35-40 лет. Рост 165-170 см. Среднего телосложения. Был одет в черную вязаную шапку, темную баллоневую куртку средней длины с капюшоном, темные джинсы со светлыми потертостями спереди вдоль брючин, темные кроссовки с белыми вставками на подошве. Граждан, обладающих какой-либо информацией о личности и местонахождении данного гражданина, просим незамедлительно сообщить дежурную часть полиции по адресу Ленина, 15 или по телефону, который вы видите на экране. Анонимность гарантирована. Юные пианисты пяти городов Свердловской области приняли участие в городском конкурсе-фестивале «Фортепиано и миниатюра. Малые города Урала». Из небольшого внутришкольного конкурс давно превратился в открытый городской. Каждый раз жюри отмечает высокий уровень мастерства юных талантов. Жизнь показала, что этот конкурс для юных музыкантов – стартовая площадка для участия в конкурсах более высокого уровня. Кроме того, так сложилось, что он стал толчком для организации других подобных мероприятий, где талантливые ребята могут продемонстрировать себя статусному жюри и найти своего зрителя. Так, к примеру, в свое время появился конкурс инструментальной и художественной миниатюры «Юное дарование Росатома», всероссийский конкурс юных пианистов имени Бакулова и региональной «Концертина». Я второй год уже здесь. Результаты все лучше и лучше. Осенний листопад, он более такой, под него можно танцевать. Мне тоже, когда я играю, моим родным тоже хочется танцевать. В том году, в 2015 году, я учился в детской музыкальной школе при Новоуральске. В этом году я переехал в Екатеринбург. Как только я переехал, сразу опять начал заниматься музыкой, не сбавлять шаги. Мне этот фестиваль дает больше, как бы, ну, гордости, что ли, что я в конкурсах участвую. Я играю хорошо, но не гениально. А чтобы мне играть гениально, надо больше усиленности, больше заниматься, больше чувствовать музыку. Ну, например, как Денис Мацуев. По традиции, перед началом торжественные речи от членов жюри, организаторов. Важные и нужные слова, которые они говорят, это больше напутствие конкурсантам, от старших, более опытных друзей. Дети исполняют два разнокарактерных, разностилевых произведения. Это непросто. Показать себя и в Кантелине, и в виртуозной пьесе. Ну, ребятки справляются. У нас и маленькие первоклассники приехали, и уже дети, которые предпрофессионально занимаются. Но юных музыкантов воспитывают всегда, что самое главное, твой успех, это ты выходишь на сцену. А результат конкурса, это, конечно, оценка, это отметка твоих усилий и достижений, но у тебя все впереди. То есть он дальше, это для него какой-то стимул добиваться в дальнейшем других результатов и успехов. Ведь этот результат работы долгосрочный. Можешь полгода, может быть, на одной программе работать, а выступление длится три минуты. И вот умение собраться, сконцентрироваться за эти три минуты, это самое главное качество музыканта. Над этим мы все работаем. Чтобы от твоего исполнения стало теплее, кому-то стало… кто-то стал добрее, кто-то улыбнулся. Вот это нужно сердцем почувствовать и сердцем донести. В фортепианной миниатюре 2016 приняли участие 75 юных пианистов. 36 из них – воспитанники Новоуральской детской школы искусств. Причем наши выступили очень успешно в номинации «Специальная фортепиано» и «Специализированная фортепиано». 11 новоуральских музыкантов завоевали почетное третье место. Вторые места у Ульяны Пегановой и Златы Домбровской. Ирина Шатова заняла первое место. Ольга Бертьен, Дон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Для одних весна – самое романтичное время года. Для других – это начало дачного сезона. Чтобы сэкономить деньги и время на поиски всего необходимого для уральских садоводов, новоуральские предприниматели предлагают посетить универмаги «Фламинго» и времена года. «Фламинго» и времена года – известные в городе универмаги. Горожане знают, что здесь всегда большой выбор товаров для сада и дачи. Приветливые продавцы помогут с выбором. В ассортименте семена томатов, огурцов, корнеплодов, зелени и не только. Все с гарантией качества от поставщика. Придать эстетический вид на своем участке помогут семена цветов. Здесь есть однолетние и многолетние красиво цветущие растения. Приятно удивить покупателей ассортимент природных стимуляторов роста и большой выбор средств защиты растений. Даже самый прихотливый садовод обязательно уйдет с покупкой. Выбрав необходимое удобрение или грунт. Кстати, во «Фламинго» и временах года есть укрывной материал и парниковая пленка разной толщины и плотности. Это самый востребованный на Урале товар. Ведь укрыть от холодов и сберечь свой урожай стремится каждый садовод. Большие и маленькие, цветные и с узором, яркие или блестящие, кашпо и вазы есть на любой, даже самый искушенный вкус. А какой здесь выбор садового декора? Приходите и убедитесь сами. С широким ассортиментом универмаги «Фламинго» и времена года. Магазины для садоводов. Экономьте время и деньги. Лучшие цены и широкий выбор всех дачных атрибутов и сопутствующего материала здесь, во временах года и «Фламинго». Комсомольская 6А и Корнилова 9. Приходите и убедитесь сами. Одним из самых важных культурных событий этой недели стало открытие выставки «Графика», которую представила в нашем городе первая художественная школа Екатеринбурга. Она в этом году отмечает свой 70-летний юбилей. Большая делегация из этой школы побывала в Новоуральске, открыв не только выставку, но и посетив другие учреждения культуры города. «Графика» – это основа основ для любого художника. Выставка с одноименным названием, которую представила в Новоуральске первая художественная школа Екатеринбурга, уникальна тем, что она сочетает в себе работы как именитых художников, так и учащихся школы. Всего в Новоуральск приехало 100 работ по одному рисунку от автора. Будь то Виталий Волович – всемирно известный художник, или же юный талант, который только начинает свой путь в искусстве рисования. Самые разнообразные техники – и акварель, и карандаш, и гуашь, и литография, и ксилография, и афорт, и акватинта. Здесь огромное количество техник. 2016 год для первой художественной школы Екатеринбурга – юбилейный. Она отмечает свое 70-летие. С нашей художкой школу связывает давняя дружба и сотрудничество. Большая делегация из Екатеринбурга, более половины всего состава педагогов и несколько десятков учащихся посетили культурные учреждения Новоуральска. Я считаю, что в Новоуральске, в этом уникальном городе вообще, вот все, что мы сегодня видели, мы были и в театре комедии и драмы, да, мы были в музыкальной школе, нам показали весь город. Мы просто в восторге от того, насколько здесь любят, уважают и, в общем, живут этим воздухом культуры. Вот здесь она формируется, и это очень здорово. С большим вниманием относятся и администрация, и дети, это видно, и уж работники этого учреждения культуры абсолютно точно, к истории, к своему творчеству, к тому, чем вообще человек должен дышать, из чего он формируется. Это очень здорово. Подобные совместные проекты идут на пользу всем. Новоуральская художественная школа всегда рада таким вот необычным выставкам, но ведь и у нас есть чему поучиться и перенять опыт, даже такой знаменитой на всю Россию школе. Заканчивается масленичная неделя. Последний день веселой вкусной масленицы приходится на прощенное воскресенье. Так называется день, предшествующий Великому посту. Рассказывает Ольга Бертье. Великий пост – большое испытание для христиан. Но впереди праздник праздников – Пасха, воскресенье Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего. И первый шаг, который делает к Нему верующие – отказ от зла не только в поступках, но даже в душе – прощение. Поэтому накануне Великого поста православные и просят прощения друг у друга за все обиды, нанесенные делом, словом или даже помышлением. Главное для человека в прощенное воскресенье – искренность в раскаянии и искренность в прощении. Ведь тот, кто претендует на Божью милость и прощение, сам должен простить ближним свои обиды и покаяться перед ними за причиненную боль. И вот этот день, день прощенного воскресенья – это действительно экзамен для каждого человека, который может даже судить о том, как он прожил прошедший год. Если он простил человека, научился прощать, то значит он возрос духовно. Если прощение не произошло, то значит все на своем месте. Наиглавнейшее напутствие и людям, всем прихожанам и себе – это в первую очередь простить всех тех, кто, как нам кажется, нас обидел. Самое главное. Ну и попросить прощения у каждого. Искренне попросить от сердца и простить каждого, того, как нам кажется, нас обидел, тоже от всего сердца, искренне. Вот этого желаю. Ну и, конечно же, достойно провести пост. «Мой город, мой мир» под таким названием прошел ежегодный конкурс детских рисунков, организованный Новоуральской вещательной компанией и газетой «Нейва». 227 новоуральских дешкалят и школьников представили на конкурс свои творческие работы. Настало время подведения итогов. Новоуральская вещательная компания «Газета Нейва» приглашает всех юных художников города 13 марта в 13 часов в Театр музыки, драмы и комедии на подведение итогов конкурса и спектакль «Чиполина». Ждем всех ребят, представивших свои работы на конкурс. После подведения итогов работы юных талантов будут представлены на выставке в детской художественной школе. Эфир Новоуральской вещательной компании продолжит программа «Грани». Ее главной темой стал санаторий «Изумруд», день сегодняшнего этого учреждения, а также проблемы финансирования и перспективы развития. Смотрите через несколько минут. А в понедельник, 14 марта в 20.00 в эфире Новоуральской вещательной компании смотрите программу «Объектив. Итоги». Не расскажем, что поводок Новоуральску не страшен. В выпуске подведем итоги «Круглого стола» по развитию детского спорта и перспективам ДЮСШа. А также подготовим расширенный репортаж с проводов зимы в парке культуры и масленичной недели. Будьте с нами и будете в курсе событий. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Приятных выходных и всего самого хорошего. Новоуральск.